Отрасль ЖКХ по-прежнему остается в городе одной из приоритетных. Наладить четкую работу жилищно-коммунального хозяйства специалистам пока не удается. Глава города Анатолий Пахомов принял решение доверить это нелегкое дело с незавидным наследством бывшему начальнику управления Юрию Поломарчуку, который также будет курировать транспортную отрасль. В некоторых же департаментах произойдет сокращение чиновников, в том числе заместителей руководителей. Наладить работу отметили собравшиеся необходимые сочинским полицейским. Доклад не отражает реальное положение дел в городе, подчеркнули мэры и депутаты. Особенно внимательными надо быть к транспортным воротам курорта. Там никогда на Мамайском перевале этой пробки не было. Она стоит буквально из-за того, что ошибка. Кто должен об этом беспокоиться? Ну, конечно, организаторы дорожного движения. Также полицию попросили изменить стиль работы участковых и ужесточать правила передвижения двухколесного транспорта. Полтора месяца назад отмечает главный врач скорой помощи. В результате ДТП с участием мопедов одновременно погибли шесть молодых людей. Но все же рождаемость в городе превышает смертность. Количество детей в возрасте от трех до семи лет в Сочи увеличилось в два раза. Местами в детских садах необходимо обеспечить 10 тысяч малышей. Проблема решается разными способами. Создаются группы кратковременного пребывания, семейного пребывания, многодетных семьях. Но самое главное, что на курорте построят целых три новых детских сада. На это выделено 600 миллионов рублей. Эмоциональным получилось обсуждение бюджета 2015 года, который существенно сократился. Муниципалитету пришлось брать кредит в 505 миллионов рублей. Работа начальника финансового управления сегодня подверглась критике. Городу необходима программа, обеспечивающая увеличение доходов. Необходимо искать дополнительные источники. Есть в городе и иногородние предприятия. Зарабатывают здесь, но налоговом учете стоят в других городах. Однако в большинстве своем, отметил председатель городского собрания, местный бизнес успешно зарабатывает в сезон. Есть заполняемость. В осень у нас будут событийные мероприятия. Будет приезд очень много людей. Работают наши гостиницы, отели, рестораны. Все работает. То есть курорт работает. Значит, есть заработная плата. Мы вправе рассчитывать на доходы. По итогам сессии возникла необходимость собраться еще раз. В августе. По сути, многие депутаты завершили свою работу. Они складывают свои полномочия. Большинство же снова включаются в избирательную гонку. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ.